Новое видео выходит каждый день в 20.00. Приветствую всех престарелых зрителей моего канала на данном моём видеоролике на моём канале. Вы знаете, когда я только начинал делать данный канал, до его масштабнейшего успеха во всех областях и сферах сампа, а также в его индустрии, я пообещал себе, что буду выпускать ролики каждый день, начиная с 1 января 2019 года. И цель у меня выпустить тысяча роликов, ни в коем случае никогда не пропустив ни одного дня и выложив точь-в-точь ровно в 8 часов дня. И вы знаете, проект начинал проваливаться, были эдакие издержки ещё в самом начале. Как бы это ни было прискорбно признавать, но это так. Просто понимаете, дело в том, что 5 и 6 января, ну ладно, ладно, о 6 январе, я думаю, мы поговорим как-нибудь потом, в другой раз, потому что лично я считаю, что сейчас время абсолютно не для того, чтобы говорить о 6 январе, сейчас мы поговорим о 5 январе. А дело в том, что 4, 3, 2, а также 1 января всё было хорошо. Выходили ролики практически каждый день в 20.00. Но тут 5 января мир содрогнулся, просто вселенная остановилась. И солнце, вы не поверите, перестало крутиться вокруг земного шара под названием Земля. И вот, знаете, я не выпустил ролик ни в 20.00, ни в 21.00, ни уж тем более в 22.00. И вы уж успели, наверное, скорее всего, подумать о том, что я не справился с задачей, которую поставил сам себе. Однако, если вы так подумаете, то как вы в будущем сможете уважать себя? Или, по крайней мере, как я в будущем смогу уважать себя? Непонятно. Ну так вот, и поэтому данным видеороликом я бы хотел рассказать вам, почему, ну вот так получилось. То, что 5 января не вышел ролик, да и 6 января об этом тоже будет ролик на канале. И вот я вот этим вот роликом забью вот тот пробел, который образовался из-за того, что я не выпустил ролик 5, а также 6 января. Мне за это очень стыдно, но давайте я объясню, что от меня тут зависело очень малое. Я мало что мог сделать. Я никак не мог этому попрепятствовать, понимаете? Я лишь жертву обстоятельств. Ладно, в общем, давайте я расскажу более детально, что произошло. Всё дело в том, что я, как обычно, сидел, отдыхал после новогодних праздников, после тяжёлых каток в доту, а также поедание, знаете ли, новогодних салатов и так далее. Я знаю, что вам прискорбно обо всём этом вспоминать, видите? Начался новый учебный семестр, и вам опять-таки нужно вставать в 7 утра и ходить в эту самую школу, шарагу, а также, я, конечно, сомневаюсь, но вполне возможно, что на работу. И я извиняюсь, опять же, за это дико, но, понимаете, я вот просто сидел, я сидел, и вот уже писал сценарий для роликов для 5 и вот 6 числа сценарий. Но вот я уже дописал все сценарии, которые у меня были, а как вы знаете, я записываю ролики обычно без сценарий, потому что считаю, что сценарии они для даунов. Но в этот раз я вот решил сделать сценарий, и сценарий сыграл со мной злую шутку. И мне бы не хотелось, чтобы когда-то в будущем это повторилось с кем-то из вас, или уж не дай бог со мной, ни в коем случае вообще, господи, спаси, как говорится, сохрани. Всё дело в том, понимаете, что вот я вот написал сценарий для 5 и 6 января для видеороликов в эти вот даты, и вот я уже дописал всё, я начал открывать Adobe Audition для того, чтобы записывать голос, так сказать, более-менее качественно, вот его записывать с микрофона Samsung, потому что, ну, я слежу за качеством звука в своих видеороликах, и мне бы хотелось, чтобы качество записи было не то чтобы шедевральное, или хотя бы хорошее, неплохое, хотя бы чтобы оно было, ну, неплохое какое-нибудь. Вот, я уже открыл запись, и тут из моего столика вылез Данил Геррера. Я без понятия, что он там делал, но знающие люди, шарящие, они догадываются, что там мог делать Данил Геррера. Он вылез из-под стола, и вы можете мне не поверить, конечно, но я думаю, что гиперполизация в данной ситуации, она абсолютно излишня. Просто вот сейчас поверьте мне на слово, действительно. Я сижу, значит, делаю всё, что вот мне надо, там, вот, настраиваю плагины и так далее, там, смотрю звук по микшеру, чтобы не было перегрузов и так далее, но, как вы понимаете, я очень плохо смотрю, потому что у меня и пикует звук, и перегрузы, и всё постоянно есть. Я за это опять же хотел бы извиниться. Так вот, я уже всё более-менее настроил, там, прослушал, как более-менее идёт запись, всё хорошо, всё классно. Тут вылез из-под столика Данил Геррера и говорит, «Ох, а ты знаешь, как Аризона изменилась за последние три года?» Я говорю, «Нет, Данил». Он говорит, «Да я, в принципе, тоже не знаю, но вот мне надо придумать, да? А ты тут, ты что, ты сценарий пишешь тут?» Я такой, типа, «Ну, Данил, ну да, что такое?» Он говорит, «О, а дай мне свои сценарии, я их немного переделаю и сделаю нормальный такой обзорчик, проплаченный, соответственно, на Аризону». Я такой, «Данил, ты точно уверен, что ты хочешь это сделать?» Он такой, «Да ебать, сто раз так делал, говорит». Я такой, «Ну ладно, Данил, если тебе надо, то бери, только верни мне их, пожалуйста, в 20.00 должен выйти ролик». Он такой, «Да, да, конечно, верну». И больше я его не видел. Мне страшно предположить, что он сделал с этими сценариями. Также он не вернул мне 500 рублей, поэтому я думаю, что спокойно можно сказать, что вот этот человек вор. То есть он украл моё сердечко, потом мои сценарии, а также 500 рублей мне не вернул за обзор на Confidence. Вернее, не выплатил, не выплатил за обзор на Confidence. Мне прискорбно это осознавать, но, к большому сожалению, это так. Я вот, опять же, нормальный ролик выйдет сегодня, в 20.00 это просто, ну вот так вот получилось. Я бы хотел дико, опять же, извиниться перед всеми вами, перед пристарелой аудиторией на пожилом канале. Нормальный ролик выйдет в 8.00, ждите его, ждите. А вот такие вот ролики с какими-то извинениями и объяснениями того, почему не было роликов, будут выходить, то есть, ну, когда у меня будет свободное время? В 4 часа дня. Всем спасибо за просмотр данных оправданий. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok